Я не ставлю, что плюс 52, что 62, а здесь вроде, что минус 40, а сейчас что-то непонятно, творится. Ладно, мы начинаем с вашего решения, с того, что сегодня последний, затянувшийся, спасибо, что не устали от этого, авторскую женщину, мы говорили, на три, на полгода. Я обещал, что будет лирика, я всю жизнь лирику прорываюсь в плечи, иногда пою, знаете, а вот не получается никак, где-то целиком, хоть бы один, такую встречу, лирику посвятил. Вот, потому что много событий здесь, и даже где Украина, там все это понятно, где лучшие люди практически уничтожаются. И я уже сказал, повторюсь, мне нет, в общем, да, мне жалко, как всегда, на любой войне, там, естественно, страдает большое количество шефов, нет этих людей, и причастники, когда люди другого не воюют, но здесь вот такая вот непонятная усобица, междуусобица, я даю слово, и товарищ мой старый, что его согласен, и, что когда паны берут слуховую, в чумы трещат, вот, и хорошо быть свободным, никому не подчиняйся, хорошо, что я даю, если я даю, не только он, не предстоит, а он может общаться, вот, если я спокойно, если говорить. Значит, о том, что есть человек, я обязан про него сказать, значит, то, что я начал, он дробил всю эту песню, могу сказать, что я не буду его называть фамилией, кто знает эти песни, и чьи он, не говорите, потому что... не хочу ничего сказать, где-то в Луганске никуда не уезжать, а вокруг убивают соседей всех, а он не может сбросить живу, дочку мою, она не может, крохора, не говорим, и собака, не без комчатки, вот, он русский офицер, на мозгах костей, все, что свою жизнь полковнику, а потом не убивать не буду, это, если волочек очистят Луганское, там никого не останется. Ну, помню, это на совесть, пусть от всех правительств, и нашего тоже. Так вопить, что давай поможем братьям, Крым-пул-за-Крым-за-Помучили, сделаем большой казино, а 10 миллионов славян на Украине никому теперь не нужны. А этот человек нужен, вот, нам, алганцам, потому что он был первым, потому что песни, которые он писал, а потом красивый фирошотик тоже собрали из Донецка, неизвестный, где Юра Керсанова, тоже стал известным. Значит, лучше, конечно, лучше восполнение автора, но я начну с этого, с одной, я спою еще раз эту песню, кроха, о которой идет речь, она под 40 лет ей уже, но тогда, в 7,9-8, 50-х годов, она была маленькая. В декабре зимой начало, В декабре дни рожденья есть. Для кого декабрь начало, Для кого леведенная песнь? Для кого декабрь начало, Для кого леведенная песнь? В декабре меня крохот спросит, Потирая озябший нос, Папа в земле подарки приносит, В новогоднюю ночь Дед Мороз. Папа в земле подарки приносит, В новогоднюю ночь Дед Мороз. В декабре есть еще одна дата, Без отметки на кавендаре. Я тебя целую, как брата, На Кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, На Кабульском чужом дворе. Слезы радости помни об этом И друзьям своим растолкуй. Отчего нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи Вспомним наш боевой отряд Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Могу назвать его кличку по Афганистану «Карась». Значит, потом к нему будут возвращаться по столяку, Потому что сейчас плавно переходим К другим замечательным праздникам Всех, кто служил, первый. Он, правда, прошел, но я бы сделал его В любой день недели праздником воскресным, Чтобы никто не работал, отмечали только неделю. У него славная дата. Это деле военно-морского флота России. Военно-морской флот – это и сила, и почта России. Петр Первый, Великий Петр, об этом знал. Потому на все вопли, всяких обысканях и прочих В России был могучий флот. И на всех ворях, на всех океанах, во всех Был один флаг. Он был и в пехоте, кстати, назывался он Андреевский стяг, это в охоте, Или Андреевский флаг. Это был военно- и военно-морской флаг Российский империй, где император был Петр Великий. Триколор, при всем уважении, это торговый Голландский флаг. У многих стран им есть триколоры. Не осуждали, так решили, и пусть так будет. Но, я скажу. Военно-морской флаг России был и остается. Никаких торговых. Это крест, это Андреевский стяг. Значит, все победы, все победы Великий. Предков наших, и отцов наших, и в Отечественной войне, кто служил на охоте под Андреевским стягом. Значит, я вот не понимаю, так переверни его получше с французским. И кого-то Герой Советского Союза, почему с французским? Непонятно. Он даже горизонтально, а это вертикально. Не уместился, но он был сделать большую колодку, конечно, в итоге. Но много непонятно, чего происходило. Я, к сожалению, не могу писать о том, с великим уважением я отношусь к тем, кто служил и служит в военном. Вообще к конструкторам, к матросам, к старшему лицевскому составу, на подлозках, на кораблях, на военно-морских, с великим уважением. Но меня, конечно, может судить, я море не люблю. Я сухопутный крысый, я больше, что без земли. Я не боюсь, что море у меня нет. И меня не выкачивают, как у меня там вверх на вяжи, там куда-то, ничего. Но я хочу сейчас, вот кто еще в зале, я одного сейчас назову, а вы кто, в какое отношение, в морском флоте? Тогда мы в лице нашего оператора-билотраты Юры, вот он стоит, вот поезд на поле, он там, за прицелом, за перископом. Вот похлопаем его и поздравим его. Я не писал песни на военно-морских, но нельзя писать, он ничего не знает. Я знаю многих, которые были, вообще-то, про океан, про летание с самолета, потом где-то что-то прочитали. Я писал песни «Может потрясать». Я вообще люблю один сидеть, не на пляже где-то, а слить, смотреть на что угодно. Хоть сюда, хоть прибой, нет. В море, оттуда, наверное, все вышли. Такой же на земле три вещи, которые невозможно изучить. Не обретят собственной земле. Матушка земля, мать сыра земля, никто не знает. Никто не знает, никто ничего за струклетый там, ничего не знает о небе, океанчик беспредельный, океан такой же. Он на этой сводочке, я бы тоже стоил, как в горах, ощущает себя вот такой вот маленькой песчинкой. И мне не нравится, когда покорили море, море не покорили, Москву покорили его мест. Никому покорили, плевать на них, на себя. Но моряки, вообще все моряки, люди риска всегда. И никто не считает, сколько военных моряков, сколько рыбаков лежат на немостом. Могила там же, в море. И точно местные установлены. Поэтому о море. Песня это о море. Называется она о том, что главное моряку, рыбаку, военно-морской моряку, морей, говорим про него. Там еще риск, еще больше. Море для всех, или друг, или врач. А если еще война, то... Ну, не важно. В общем, называется песня порт, надежда и разлуги. В одежде на то, что все, кто этот порт покинули, вернутся к своим любимым, к своим детям. А разлуга неизбежна, особенности воинный человек. А если он в дом, то уходишь там куда-то не работал. Вот она так называется. Честь дня моряк морского флота. Кажется, все, что мы будем. Кажется, все, что мы будем. На самом кранишке земли Печальки мечутся в испугу. Стоят на рейде корабли Порту надежды и разлуги. Команды их на берегу Еще не ведают приказы И капитанский мостик пуст И мертвые стрелки у компасов Команды их на берегу Еще не ведают приказы И капитанский мостик пуст И мертвые стрелки у компасов Но день придет, придет посад Разбудят старых капитанов Упругом вздует баруса И понесет над океаном И покидая материк Затраив палубные люки Оставь печаль свою, старик Порту надежды и разлуги И покидая материк Затраив палубные люки Оставь печаль свою, старик Порту надежды и разлуги Оставь порядка на берегу Быдые горести и беды Кто был твой враг, прости врагу Его нападки и на беды Где море с небом пополам Вчера враги, сегодня другие За все сполна воздастся нам По рту надежды и разлуги Где море с небом пополам Вчера враги, сегодня другие За все сполна воздастся нам По рту надежды и разлуги Чужие ждут материки И малят светом незнакомых Но всех важнее маяки Что будь указывают к дому Они зовут издалека Лучи раскинув словно руки Не ожидают моряка Ворту надежды и разлуги Они зовут издалека Лучи раскинув словно руки Не ожидают моряка По рту надежды и разлуги Как стон чайки за кормой Что изулял в штормой и погоду За горизонтом дом родной А горизонт свалился в воду Но если верит наш компас Нас третят милые подруги В заветный день счастливый час В борту надежды и разлуги Но если верит наш компас Нас третят милые подруги В заветный день счастливый час В борту надежды и разлуги И на обращание слез не лей Хватает соли в океане Прямые мачты кораблей Уже растаяли в тумане Заводит ветер свой напек В снастях натянутых, как луки Ах, сколько их по всей земле Портов надежды и разлуки Заводит ветер свой напек В снастях натянутых, как луки Ах, сколько их по всей земле Портов надежды и разлуки Чтоб все всегда возвращались живыми Вторая Давно это полнопраписано Тоже про море Это стихи, песни не получилась Я не успел ее сделать Она и тогда не получилась Сейчас не получилась Я лучше, с вашего решения, вам прочитаю Испокон считается веков Древние красивые предания Чайки это души моряков Смерть сверху нашедших в океане Этим птицам с морем и расстаться Долго жить не в силах На земле в воде Парни над мачтами кружатся Белые небесные синеве Бригантина Сломанные мачты Крусов остатки Ветер вверх Борт пробит Корабль ливнев Значит на плоты А там как повезет Беспредельным в волны океана Где же ты, желанная земля? Помолись за душу капитана Так и не сошел с корабля Мирный океан Волной клубится Тихо катит волн Не спеша Но глядит Вот так Седая птица Может капитану Душа Я думаю Дальше Значит Полагалось сначала И готовилось к этому Вот Столетие Первой мировой Она не Первая мировая Просто историю Никто не помнит Она Первая мировая была в 1912 Она отечественная была Потому что Наполеон защищался Россией В конечном итоге Опять всю Европу Вместе с Наполеоном Раскатали по тропометру Списали там Несмотря на то Что все покоренные Наполеоном Вошедшие на Воронцовскую империю Страны Австританы Все приберлись к нам Парадокс непонятный Почему Наполеон Софии Европы К нам туда В 12-м скатился Хотя там обнимались Сюда Тесно целовались Секратом Русским На место учения То же самое было В 40-м В 2009-м В Германии Почему Никто не один Вам не ответит Историк А почему Под таком договоре К нам Отошло Уже была Вторая Мировая война И вторая Отечественная Опять все Европу Все покоренные Менцы Пришли сюда В Европу Сейчас они Из себя Хочут Непонятные Деньги Кстати Вот о том Я говорил Мне Взяли Интернет Вырубили Я предложил Как только Началось Заварушка На Украине Ну я в шоку Я же не знал Что у нас Такие бдительные Организмы Всякие внутренние Мне Отрубят На две недели Интернет Сказать Потому что Луганскому свет Будет потери Взяли Я 600 рублей За два месяца Без этого И все Пропало Ну не важно Я предложил И сейчас предлагаю Я не служу Никому Нигде И слава бог Не в Луганске А в деревню Лазил Под Москвой Значит Предложил Простой выход С такого положения Ну чего Вот в этом году Кстати Исполняется 75 лет Договор Волтуре Метро По которому Нам Германия В лице Адольфа Алоизовича Шикольг Грубера Отдала Западную Украину Белоруссию 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 Прибалтику То что Ленин Отдал Тогда Под договор Победиш Проигравшему Это потом расскажу Когда Второй мировой Я давайте Наследница Афгели Меркель Еще приплатим Вручим Спасибо тебе Госпожа Меркель Вот возвращаем Вам эти Ваши территории Западной Украины Сюда Спасибо Пользовались Возьмите себя А нет Прорвался А как же Говорит Польша Нет Спросил Тот прорез Судобно Там Приватный чаш Ну я ответил А как Польша Как Немцы разберутся С Польшей Это же как В 39 Да еще В чем Завтра Вообще Без выстрелов Они все Голландия Там Гидерланды Как их Так называют Они все Будут Входить И В АФМСС Будут воевать Во всей Такое Чего-то Меркель Не захотела Она там Как честно Я давала Кто-то Вот да То есть Вот да Что-нибудь Мещится Под клиентом Это важно Вот Отдали бы Ну и все И не было бы Таких ужасов Значит Переходим К второй части И я хочу Открыть песню А вот В десантуре Кто служил Еще один Великий праздник Замечатель Вот Тогда в вашем лице Кто десант Пещет В десантуре В десантуре Да И я тоже Десантская подготовка На базе Но не важно Это замечательный праздник Это Ударные войска Такие же Как морская пехота Как и РВЦ Ударные войска Что из них сделали За последние 15 лет Но дух же остался Дядя Васик Он же не истребил Поэтому От того же Карася В осажденном Луганске Я не смог Эту песню Петь тогда Потому что Заболел Сам заболел 2 августа Приехал А сейчас С его разрешения Конкретно вам И всем нам Посвящается Это поздравление Всем десантникам Это общенародный праздник Такой же Как и Советская Армия Как Мотка Это наше Наша защита Наши ударные силы И поэтому Десантуры Поздравление От Карася Продумали мы Браты Сыграли сбор С днем рождения Полосатая лаборатория Мы продолжим Долгожданный Разбивок С днем Прослужбы Да военные Дела Покуражимся И в шутку И в серьез Помним все Что возвращается Во сне И за встречу Мы Поднимем Первый тост За друзей Что были рядом На броне И за встречу Мы поднимем Первый тост За друзей Что были рядом На броне Эй, брата, напомнишь Первый наш прыжок Старшеву И как учились Воевать Как звучало Долгожданное Пошел А земля Кричала Ноги Вашу мать Мы, конечно Девчонок Что сумели Обдавить Ненадевшие Обручательные Кольцов А потом На третьем Встанет Помолчим Жалко Дизайн И жизнь Запасной И за тех Кто И сказав Пятьсот один В нашей памяти Ушли На затяжной Мы уж думали Последняя война Но понравилось Вождям Красиво петь И приходится Как прежде Пацанам Ждать Надеяться Взрываться И гореть С днем рождения Дорогие Вы Тост четвертый Как стропа Придельно Трост Просто Чтоб Горели Вы Но Только От любви Чтоб Друзья За Вас Не пили Третий Тост Чтоб Горели Вы Но Только От любви Чтоб Друзья За Вас Не пили Третий Тост Я не могу пойти, потому что у нас диверсионная разведка тогда, когда он создавался, было десантников процентов Это были отчаянные ребята, которые уезжали по Туру на прыжки и в Белоруссию хлеб не кормить, дай попрыгать Я-то прыгал всегда лучше, не люблю парашюты, окаживайся попутно А вот инструктора из наших же прыгал Те прыгали без конца, за тысячу заваливали, я таких знал И знаю сейчас, они воевали в Афганистане, воевали в Чечне Многие, я знаю, не буду называть, в иностранном регионе И в Брусбате было много, их было в Царевых Вуках Это в Сербии когда происходило Уезжали, несмотря на то, что наемничество было у нас Но если там у нас так несправедливо обходят все, кто действительно составляет гордость и мощь России А они воины профессиональные А я еще одну спою, песня переделанная, я слышал в исполнении афганцев Там, в источнике, а это, я так называю, один из наших Валеров Пирошкин Десятый домосик, домосик Крестей, песня передописана в 1972 году Потом, я слышал, записана пластинка на разных, там, зачем переделывать то, что написано про Гесантуру Песня встана в 1972 году Никакой разведки там не идёт, разведка во всех поясках существует, здесь конкретно РВДВ. Поскольку всеми этим уважением, а мой дед был первым, он подъехал, выбрасывался там с группой, имея три прыжка с парашютом, забрал как досант, он был в 19-е год, получил ранение, генерал не спасли, генерал застрелился, ну не важно. Ну, значит, сейчас Анатолий обязан тем, что в себе хорошо, я бы её всё равно как-то, но у меня старшина вот его знает, кто-то ему хлеб не кормил. Уже и Веста за сто сорок перевалил, всё прыгает, ломает ноги, когда он прыгается, он опять прилет сейчас туда, в колобовый аэрград прыгает. Вот такая, а у десантника судьба порой, коротка, как рукопашный бой, и небо синее над головой. Стыно стать рукой, ты, прислушився, летят и гудят, самолёты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуржат над твоей угловой. Но ты, прислушився, летят и гудят, самолёты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуржат над твоей угловой. Ты, прислушився, летят и гудят, самолёты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуржат над твоей угловой. Ты, прислушився, летят и гудят, самолёты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуржат над твоей угловой. Ты, прислушився, летят и гудят, самолёты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуржат над твоей угловой. И, прислушився, летят и гудят, самолёты в тишине ночной, и раскрываясь купола шуржат над твоей угловой. И ещё два женщина тоже, причёсё, над твоей угловой. Аплодисменты, в тишине ночной, и в тишине ночной, и в тишине ночной. Ильин Геню мне ещё и особенно дорог, потому что 39 лет назад я женился. Хорошо, что Евгений Мадрюй женился, вот 40 лет в тишине ночной будет, офицерская жена, а его начат родить. И двух детей, тоже офицеров, но не десантники такие. И не женатые. Я уже каждый раз объявляю, уже отчаялся, там будет по 40 лет в следующем году. Нету невесты, только это значит, чё ты объяснишь, у меня двух лет, вот чего. И не были люди спасителями. Они говорят, папа, нахрена нам хабут. Я последнего рода Морозова к Путинцову больше нет, а остальные они и сёстры. Ну и вот такие продвинутые ошибки виртуальные, и всё. Ладно, ещё одну песню я спою. А вот давай «Алавянные солдатики» как-то про основе вспомнил. Да, ну сейчас я там другая программа сейчас вижу. «Алавянные солдатики» — это да. «Алавянные солдатики» — это профессия. И пусть здесь «Десантник-1», «Десантура-1» стоит десяти, вы знаете, по этому. И те, кто не смог сегодня прийти, из 345-го полкать. Я один «Десантник-1». Я один, а чё ж молчал сидел? А я не знаю, чё ж вообще ничего не делал. Я думал с «Дадикой» походу. Ещё раз давайте там. Аплодисменты. Аплодисменты. Ура! 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 «Десантник-1» наши пели. Вот из «Бискаскада» пели эту песню. Я их компетно записал, записал мой там. Вот Юр Кирсанов. Это вот больше не его адрес, но это точно о том, чем занимается Десант, как ударные войска Советского Союза. Лишь только солнце спустилось за лесом, Лишь только Сумбр окутал планету. Мол, чудеса, самолеты зашел, Увидев сигнал ракеты. Мол, чудеса, самолеты зашел, Увидев сигнал ракеты. Мы будем прыгать в глубоком пилу, Гранить штабы и ракетные базы. Мы ставим на карту свою судьбу, Одежность ее и проверим даже. Мы ставим на карту свою судьбу, Одежность ее и проверим даже. Друг, через левый плюй, Плечо выбрось из ранца хлеба в уханку, Пару гранат положи еще, Хлебом не бросишь по танку. Пару гранат положи еще, Хлебом не бросишь по танку. Кому повезет, останется жить, Кому суждено совсем иное. Под куполом белым на землю плыть, С прострелятной головою. Под куполом белым на землю плыть, С прострелятной головою. Утравнувшим рукою птельник, И нож десантный свой аплодожил. Идешь вперед, как будто смертник, А за тобой десант, оставшийся в живых. Идешь вперед, как будто смертник, А за тобой десант, оставшийся в живых. Работу закончили мы до рассвета, Земля дымится чуть позади. Базы ракетной, песня спета, Десант уходит, растворясь в ночи. Базы ракетной, песня спета, Десант уходит, растворясь в ночи. Так, десантники, наши ребята, Причинали, появиться и тут же смыться, Потемнеет лазьба ночь, Песня верстила по разделению дома. Так что, вы же из 3.45, ребят, да? 11. 11. Просто у него знаком, который был в 3. Вы знаете, голос упал, да? Если говорят, будут десантники, Он не говорит, как он говорит, покорей, Ребята, кто действительно будет, А для этой песни. Песня 3.45, 3.45 упалка, все его знают, И она касается всех. Так что я спою ее. Демножко убивайся за твои верстопор, До дневния не получится. Обнимись, друзьями. Поражут 3.45, поражут десантный пол. Обнимись, друзьями, боевые. Фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были молоды в баграме, Как свистели пули у виска, Как сверкало знамя, словно пламя 345-го полка. Как сверкало знамя, словно пламя 345-го полка. От баграма и до бамиана Лезли мы, покручив облака. Сквозь рассветы, рваные как раны, 345-го полка. Сквозь рассветы, рваные как раны, 345-го полка. Павшие поймут однополчане. Мы сегодня выпьем слегка. Слишком много горя за плечами 345-го полка. Слишком много горя за плечами 345-го полка. Ну, а тех, кто предал нас, Отныне нас и все десантные войска, Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Мы их не простим еще во имя 345-го полка. Воеваем в дальних заграницах И в Москву войдем наверняка Как в освобожденную столицу 345-го полка. В русскую священную столицу 345-го полка. Ну, судьбу, знаете, Вы так же сказали, Но пересказывать не было. Мы их не были за плечами. И теперь 345-го существует. Ему так, правда, Российский флаг президент Приказал вручить за 20 дней. 345-й советский флаг Он вывезет. Давайте, спасибо. Да. Иначе, я же говорю, Вы знаете, 100 лет Сначала Была же после. Сначала, значит, Первый мировой, То есть она будет первая. Хотя вся Александр Матинонов Спел, Аж на русском И даже То есть она будет первая. Значит, Я Рассказывал, Потому что песни мы написали. Хотели писать песни По книге Алексея Татарова О Смождении Павокова. Но нельзя писать О том, чего не знаешь. А у нас Ничего нельзя было Ниоткуда узнать. Только в 1991-м году Появились развалы. Правда. То, что не печатают В Советском Союзе. Главлин запрещал. Главкуль запрещал. Появил. И тогда можно было узнать О трагедии. Делай гважь. Это действительно была трагедия. Ну, Затеряли лучше. И началась Война. Найкнул 905-й год Поражение. Хотя сейчас Пытается развернуть То, что не поражение То, что порт Артур Русской форской войны Послушал вальс На словах Манчжури И становится понятно Что это Потом Одна 905-го года Революция Вторая Февральская революция Погибла Сего-дого Человека Да И ту же Революция 17-го года Где неизвестно Откуда приехал Вагончик И все Что-то такое И началась Война Гражданская Или усовица Как удали У удали нет Такого определения До 19-го и лет До 20-го Гражданская война Что это Гражданская война Усовица Междуусовица Значит Толковый словарь Дали Можете почитать Не найдете Никакого Гражданская война И началась война Где Россия Потерял Гражданская Брата Убийственная Война То что сейчас Точные копии Революции Перворот Тут же еще Одни Начинают Другие Откуда Заканчивают Начинают Гражданская война В Украине Спасить Одни Вилять Как чума Она начинает Выписывать Всех Значит Война Брата Убийственная 9 миллионов Жизни Потеряла Только в Гражданскую Войну А потом Гражданская Чисто ее Назвать и нельзя Потому что Белополяки Молчок об этом Тухачевский Провалил поход На Варшаву Остановили его Да Могли бы Выкинуть поляков Вообще Варшаву Эти снести К черту И опять Вернуть ее В состав Она же Польша была Сколько лет Царство Польск Составил Российскую Империю Сейчас Однажды Претендуют Отдать Пускай Дойдут до Москвы И тогда Совсем Погучим Вот и Ну хватит Сколько же Можно сюда Идти То в озеро Сделают То пруд То там Ну и Не получится Ну не важно Значит И война Была И трагедия Белые Граждане Заключалось В том Что дворянства Были И вот Пикуль В честь имею Он писал Донесения Западного фронта Он же Главный герой Офицер Генерального штаба Разведчик Он Генерал Федоров Его фамилия Могу сказать Теперь Генерал-майор Федоров Был генерал-майор До 17-го года И закончил Жить Генерал-майор Войну Командир дивизии А все это время Штрафное Штрафное Росштрафное Доходил Очень Те кто Он писал Что русская армия Донесение Западного фронта Пишут Генеральный штаб Донесение Русская армия Колоссальные потери В церском составе Эти русские Офицеры С папироской В зубах Идут Спереди Рот Батальонов И полков И первые Невецкие Щелкнут По одному Просто так Значит Это подтверждение Это конечно Вранье Фильм Чапаль Вспомните Да Значит Красиво Идут Вон там Черные Там Капелец Это не Капелец Это офицерский По полковникам Маркова Там все были Георгиевские Кавалеры Их стреляют Они падают Идут дальше И курят Сигар Никогда Они всегда Воевали В армии Деникина Все-таки По боях В первой Гражданской Погиб полковник Героический Был Это все Вот вранье Вспомните В том Что с Чапаем Счапаем Удивали Никогда Зато Они уламывали По первое число Первой Горни Буденного И нетерпели Ни одного Поражения Здравствуйте Олгса В огне Но Лейтенант Гералтан Туркул На задании Молодым Русским Офицерам Советским Вообще Всем Умер Туркул Он там пишет Два И дед И вот Будущий Маршал И Нынешний Ваннергеев В Финляндии Они все Воевали В белой Планице И в первую Мировую То есть Дед И Значит Это заключалось В том Что От Бешабашной Удали Русско Офицерство Дворянское Потом Стоит Большие Потери 14 Года Пошли Разночинцы Потому что Большая Волна У меня есть Чем 15 Года Для школы Прапорщиков Выпускали Уходили На фронт Потери Были Огромные Пленные Были Огромные Потери Первые В австрийских Плену Содержалось Много Австрийцы Потом Поотпускали Но Не могли Эти люди Принять То что Происходит На Руси Ну Какие-то Безродные Пришли Приехали В вагон И теперь Всем Наврали Все Начнусь С На счет Земли Ну Это Мы знаем Что там Происходило Но Люди Были Какие Вы Не зовете Ни одного Великого Русского Писателя Которого Не служил В авгии Ни одного Ученого Которого В авгии Не служил Не назовете Вот Из всех Губаревич Пухачевский Один Был Прапорщик Остальные Все Остальные Рядовые Мутер Офицеры Белая Гвардия Вот Эта Трагедия Белая Гвардия Это Трагедия Всей России Они уходили Уходили Они в Турцию Уезжали Где Никто не ждал Никто не хотел Да Значит Лучшие люди России Но если вы Смотрели Фильм Колчак Это все Половина Того Что сказано Я считал Допрос Генерал Колчака Расстрелять Любили Почему Вот это Вранье Что Николай Второй Последний Император Российский Он командовать Не умел И подъем К своей жены Это Полное Вранье Это после того Как Было Смерделье Для нас Неудачный Прорыв Где попало В кольцо И были в плен Взяты Десятки тысяч Русских воинов Он сам возглавил Поец С наследником На фронт Об этом говорят Сосаревич Алексеевич Больной парень Насквозь Болезь королей Гомофилии Кровью истекал Он взял И княжон Своих А его На фронт И начали побеждать И понятно же Всем было И тогда У нас Врали 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 Герои Вот в тылу Революция Началась На чужие деньги И никому Большевики АСР Разлагали И что Петроград Был навольнен Дезертирами С флотой Из армии И рабочие С винтовками Которые Покат Вокруг костров Сидят у себя По окраинам Они от мародеров Защищали А при штурме Батальон Все георгские кавалеры Все офицеры Его Утим офицеры Все Женские батальоны Батальон смерти Он не знал Ни в кого страдает У нас не израильские команды Сынни-Ливийские И эти самые Охрана Каддафи Она не будет Женщина не будет Убивать детей И мужиков Кстати тоже Надо ножки класть С пяну залез Может сейчас Без войны А на войне нет Совсем по другому Ну женщины первые Они знают цену жизни Чужой Никуда не спринять Два человека убиты И то бородеры А то И все констрыгалы Которые воровали Там тащили Еще не попали Из дворца Из Зимнего Рязанские десантки И мои товарищи В 93-м Вот отняли Расстреляли Минтов Из обмона Минтов Которые воровали Из Белого дома Расстрелили Отдащили Отдавали И все исчезали Ну То же самое Революция Первый рот Война Революция Война Гражданская Пусть понятно И все Трагедия Белой Гвардии Но вы никого Не возьмете Из писателей Которым Мы сейчас Восторгаемся Мы всегда Восторгаемся Мертвыми Сначала Обалгав Сделать из них Каких-то Ангелов с крыльями Зачем Правда Гораздо Да нет Правда У каждого Своя истина Так вот Как я Вел войну Я начал читать У меня был В 91-м году Много друзей В Швейцарии Андрей Раевский Сухов Это про правды Герой Шахраевский Герой Бородина Брат В Германии Развы-то сидит Он в юрхе Сейчас безработный Там и нищий Но на радио Свободу Он был один Из ведущих Военных Политич Программа Сигнал Они мне Книги Я просил У всех Присылайте мне Книги Первые Съезды Происходили Много лет Там За границей Иммиграция Первой волны И самое интересное Я когда залез Стал изучать Подруги Я залез В архивы Комитета Государственной Безопасности Там был открыт С 89-го года Хадис Смотри Хамили Бородили Смотрели Чтобы лишнее Что лишнее Чего-нибудь Утащили Журналисты Всякие Ну открыт Все Хадис Чего-нибудь Утащили Потом Деньги Большие Получили Вот На 41-й год Началась война Не прошло Трех месяцев Вот Три с половиной Тысячи Офицеров Белой гвардии Белой армии Писали Президенту Верховного Совета Что Они готовы Стать подружелю И защищать Свою роль Не в парижном Ни каком-то Ни чехе Ничего Меня запомнил Список Полковник 74 года Я говорю Конечно По возрасту Непризывной Но я все эти годы Как профессионал Валентин И специалист Звучал доктрину Германской Развитии Все Как Как Германия За 33 года Там За 7 лет Стала Великой Вооруженной Державой Знаю Все И пустите Меня Дайте Мне Трехлинейку Я готов Быть рядовым Командиром роты Командиром полка Это Один Который я запомнил Потому что Возраст Что-то А других Я конечно Не прочитал Потому что Мы отделим Архив Все Отришающие вещи Люди Уизнанные Некоторые Были обречены На смерть Приговоры Придем Утепов Рос Это здорово Написано Но люди Воевали За Родину Уходили На остров Левнос Уходили Убирали Из щитей В бедности Это хорошо Показывает Фильм Бег Помните Чего Доходило Бег Ну это Офицеры Настоящие Настоящие Умирали Сгору На чужбине Писали Без конца Чего-то Так вот Дальше Лучше Это не надо Это уже До христианской Руси Как может Дойти Вечно Вот эта Проблема Она проявляется На всем Высшем Витке Как Учим Когда Житом И Конца Игра Это нет Нормальный Состояние Человечество Земля Не выдержит Их Как-то Пришел Весник И выгнал Из джунгля Американцев Вьетнамцев Которые Там Друг Боевали На такой Друг Где-то Тоже Земля Ответит А если Ты Пылишь На землю Она Не почувствит А тебя Пыли На землю То-бишь Тебе Пыли Я Насиловал Земля На Которые Живешь Вот Поэтому Как я Воспринял Я Три Песни Спою Они Как раз Подходят К сегодняшнему Задору Нашу Одну Из тем Попишут Первый Мировой Письмо Стран Да Одно Фран Я Пишу Имели Неправо После Наших Случайных Встреч Со Спиной Дымит Переправ Что Пришлось И Отходим Поджечь И Написим Лив Свой Круговерки Сумасшедшие Всемирные Войны Может Быть За минуту До смерти Вот В этой Загоревшей Сосны О Войне Ни Конца И Ни Края И Всевышнему Душу Вручим Я Четвертую Лошадь Меняю Удивляясь Что Сам Еще Жив Но Если В моем Ореганном Я Паду В предначертный Час То Погоны Святым Аксельвантов Ординолиц В Аксельванном И Берется всемирной войной, И пылает пожар, не растрата, Вот четырнадцатый роковой. Война началась не сразу. Экс-герца Фердинанда в Сараево. И непонятный причин, почему Россию ввязались. Да, был Союз Королей, был Антант, и Россию туда. Ну Россию в Ростерзане бросили туда пушное мясо, остальные все получили с этой войны. Репарации большие, Россия не получила ничего, даже дала потом. А чего мы ввязались? Ну, очевидно, потому что все родственники были. И непонятно мне вот еще одно. И мы тоже задумывались. Романовы все наполовину начали на одну восьмую немцы. Все немцы, вся династия Романовы. Даже Катерина, она тоже немка там, западная какая-то. Там ее взяли, из-под телеги вытащили, сделали императрицей. А чего мы с ним воевали? У нас немцы помогали устраивать, кстати, после гражданской войны. Американцы, чего там война? Вот я по жизни убеждаю, что война не возникает. Это, значит, как звезды. Если надо зажигать, значит, кому-то нужно. Если воюют, значит, кому-то нужно. Не бывает такой войны, чтобы кто-то выиграл. Или все проиграли. И все выиграли. Тот один выиграл. Это был новогодний вальс с 15-го до 14-го. Офицерский бал в Москве. Офицерском собрании. Оно было здесь неподалеку. В Воронцовском дворце. Офицерском above belt of mic. Ну, вот такая песня. Вальсерский бал ванцы, вальс-присвечерный. Нет еще войны, но у нас скоро будет война. А пока ты не держишь на Москва, Молодежь всяк, коронеты, Граны, лейтенанты. Мальс присвящен, Мальс присвящен, Музыка из-за согреты, Теплые в реки на бедных плечах. Палета, Теплые в реки на бедных плечах. Палета, Графиня, Для вашей пленен красотой. Бывают такие моменты, Ах, полный полковник, Оставьте другой Свои комплименты. Варс присвящен, Варс присвящен, Музыка из-за согрета, Мягкие в реки на женских плечах. Палета, Палета, Ого, Аккорнет-то какой молодец, Такая красивая, Палета, Семнадцать всего, Совершенный юнец, Охватка, Кусара. Варс присвящен, Варс присвящен, Варс присвящен, Музыкой ночь согрета, Теплые в реки на бедных плечах. Палета, И старый полковник, Юрий Кармен, Сроднились сегодня, И разницы нет, Поскольку им нет, Вас новогодний. И разницы нет, Поскольку им нет, Вас новогодний. Пусть завтра война, Пусть завтра в погону, Сегодня об этом ни слова, Как встать наперед, Где пуля найдет, Того и другого, Потому что сегодня Варс присвящен, Варс присвящен, Музыкой ночь согрета, Белые блинки на женских плечах, На аэппалета, Белые блинки на женских плечах, На аэппалета. Продолжение этой песни написал, Песню эту, за которой все, Звездинский подался и судился, С этим самым, Поручик Горисов, короче, Смолениным, Ни тот, ни другой это не написал, А это написал, Подпоручик Туроверов, Подписал, Подпоручик Туроверов, В изгнании на острове Лембас, В Турции. Я продолжение этой песни написал, Называется она, Четвертые сутки, Война продолжается. Туманное утро, Расистая трава, Берегой России Обломки держав, Усталые люди, Усталые горе, Четвертые сутки, За нами погоня. Усталые люди, Усталые горе, Четвертые сутки, За нами погоня. Сожженные станицы, Единственный дом, За окнами ночи, Разрывают зорницы И горькою пьют, За дубовым столом Корнета Валенский, И поручик Голицын. И горькою пьют, За дубовым столом Корнета Валенский, И поручик Голицын. В листьях золотое, Шитье ли палет, В табачном тумане Качаются лица И пьяный поручик, И пьяный корнет, И штабс-капитан, Что в пути приблудился. И штабс-капитан, Что случайно прибился, А я вспоминаю. Рождественский бал. Неужто когда-то Мы молоды были, Военный оркестр Только вальцы играл, И медленно, медленно Пары кружили И белые плечи Танцующих дам, И плавя свечей Отражаем паркет. Там было ли это Не снилась ли нам? О чем же ты плачешь? Мальчишка, король, Ты последний рассвет Наступать не спеши. Есть еще пистолет И осколок души. Снова ливни косые, Застучат по земле, Ты прости нас, Россия, Своих сыновей. Снова ливни косые, Застучат по земле, Ты прости нас, Россия, Своих сыновей. И что ты не спеши? Я помню, 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 Сидит, Когда я писал, Сидит, Как он капотин, Утриск пьяный, Ничего ему не надо, Своих нет никого, И он вспоминает, О чем сейчас я спою? Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. И гуляли по манежу чинка пары, И качались на неглин и фонари, А в еру под семиструнный звон гитары, Мне цыганка пела песни на зори. Где же те годы, где цыганка-то, Черные шари с розами? Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. А потом оркестр военный марш играл, И бродил на свет холодный по штыкам. Чьи-то руки я в руках своих держал, И катились чьи-то слезы по щекам. Где же эти дни кончились, Откремели грозами? Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. Но куда же теперь, господа офицеры, Значит, тючесть такая в Великой Руси. Покориться неправильной силею Мы уходим из города на Бразильск. Более-больно оставят за Красной Россией. И по всем калакам пьет Христовая рать, Уцелевшую чудом смирновскую водку. Нам, смертям преждевременно, не привыкать, А теперь он придется и жить не в охотку. Мы уходим от праха отцовских могил, Завернувшись пропавшей порохом бурки. А грехов наших чашу на капле и спил Император убитый в Екатеринбурге. А это, Боже, добраться, Терпенье и сил. И вас в каждой крови Безумно и пьяно. Под поручик Алимов Вчера пристрелил боевого коня Из себя, из нагана, А сегодня усходим шраптелью Разбитых мы коней своих боем Соленой водой И считаем породно живых и убитых. Завтра дадамят корабли Над барашками волн, Полося обреченных На муки изгнания. Завтра будут драться вдали За великий престол Тот, кто бросил его Убоявшей страданий И в неясной дали Закончив свой бег Поизмерившись в чуде Пророков и Мессии Может быть позавидуем Тем, кто навек Прекл священную горькою землю России И, может быть, позавидуем Тем, кто навек Лег в священную горькою землю России И так и получилось, как они Аплодисменты А мне вот когда приезжал, я говорю, что, по-настоящему, я раньше стал в Швейцаре, и разведчик в Челусь И вот, когда я просил признать, он сказал, что, Игорь, я говорю, знаешь, чего? Есть в рубежон немецкий русский, французский русский, царский русский, фразильский русский, израильский русский Так что, вот такие вот песни Так вот Итак, последний песни, если уже нет, две еще Такая песня Такая песня Может, как раз грубоватая, недостойная офицера, белого царства, любого Погода Война изовечила всех, и тогда было И до сантиментов Это я так представлял На самом деле Или читала На самом деле Погода сегодня не к черту Для злых и усталых мужчин Набить бы кого-нибудь можно Да не от подходящих причин А не вот тут дождь проливает То снегом швырит в лицо Но так, господа, и бывает Наверное, перед концом А в памяти спутались горько Шрепнель в полицейских полях Больничные серые койки И дом с визанином в филях И парк, и облюбленные пары Скрывались в тени тополей Где часто свернут в гитары И рано собрали друзей Какие мы были за миры Как смелыми были в плечах Как ловко сидели мундиры На узких мальчишьих плечах А нынче мы дьяволы Боги Не трогнет сражение и рука Клинок загоняя по строки В ворующие тела врага Простите мое многословие И ведем мы наперед Но будет еще приозовье И страшный ледовый поход Не все одолеют дорогу Не всем улыбнется судьба Не всем упокоятся с Богом На Сен-Жегве-Эр-Ла А нынче погода не в черт Холодый туман отрядит Лишь теплая конская вода Касается мокрой щеки По той же теме Есть замечательный друг мой поэт Давно не видел в этом Пописал замечательные стихи И вот так же изучать вместе Мы находим материалы Крауки и возможности Будут поделывать Солпелой главы Белого движения И на революцию Что было потом Мы прослежили историю Белой главы И на революции И на революции Там замечательные И науки Попадали Ну вот это вот Тот офицер Который не предал И не просил Ну вы знаете историю Николая Гумилева Да? Он не был участием За что вот Велчака Ученик Белогвардейского заговора Но он принял на хранение Офицерскую кассу Нельзя было оставить Его друзья Кавалергарды Офицеры собирались На Дон Калейдену К нему пришли домой Он отказался Я говорю Не буду Ну типа не буду воевать Про свой народ Но мы ему сказали Ну возьми Это же официально Они вместе воевали Они в семье Русские кавалергии Ему отдали Катушкатулку с деньгами Золото Мы не можем От офицерской кассы Не можем взять До Дона Путь долгий По пути же Банды Грабежи ведь отнимут А это наши Когда мы вернемся Они не вернутся Никуда Ничего Значит Но его Одна из версий Не буду утверждать Но другая Винника Инфинтез Его просто продала Чикан И он был расстрелян Но в восемьдесят девятом Году Прилетела Его сестра Ей было девяностое лет И когда он спускался С аэропорта По тропу его окружить Журналисты все И стали Пихать в лицо микрофон Бабушка старушка Ведет И все А был ли ваш брат Участником загора Был А почему Почему Потому что он Он был офицером Русским Прекрасный ответ Всяким идиотом Писаком отвечать Почему Да потому Не товарищ не мог предать Не свой народ Расстрелил К сожалению Те времена Прошли Ваши 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 Вain Ваши 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 Крыгаются ветки на ветку, Ждут солдаты в строю. Трехлинейки поставят, Удок, ты прости меня, Россия, За любовь мою, за веру. Был я белым, радость Пьера, Ищи дню твоих врагов. А теперь меня схватили, Наградили высшей меры. Только белых офицеров Тычеки сломать не смог. Мать Россия, он очечки не даст, Механизм ослинисто послушный. Пуля дура сейчас Прямо в сердце ужалит меня, Но завязывай глаз, Мне, товарищ, в кожанке не нужно. Нынче вы, завтра вас Расстреляют мои уплетеняты. Прости меня, Россия, За любовь мою, за веру. Был я белым, радость Пьера, Ищи дню твоих врагов. А теперь меня схватили, Наградили высшей меры. Только белых офицеров Тычеки сломать не смог. Мать Россия моя От меня не услышит не столько В этих детей из тебя Обрету я свой вечный покой. Передайте друзьям, Сыновьям ординарии погоны. Пусть не трогнут, пою За свободу страны, дорогой моя. Я у стенки стою Офицера под тобой год разведки. Примет душу в бою После залпа прицельного бог. А синицы в бою Глупо прыгают с ветки на ветку. Жду к солдатам в строю Трех линейки поставлю. Пусть не трогнут, пою Глупо прыгают с ветки на ветку.